Трудные места писания с библейским порталом Экзегет, книга притчи, 8 глава, стихи 22-23. Вообще, 8 глава, это, ну, у меня это любимая глава во всей книге притчи, это речь премудрости. Премудрость здесь – это такая царица, которая обращается к людям, говорит, что у нее богатства, которых больше нигде не найдешь, что людям надо к ней обратиться, и тогда они получат эти богатства. Все очень хорошо, понятно. И с древнейших времен, конечно же, было такое понимание, что премудрость здесь – это некая персонификация некоторых свойств Бога или некоторой энергии Бога, как скажут на языке современного богословия. Или даже, может быть, некоторая ипостась божественная, то есть что-то такое, что являет нам Бога в этом мире. Ну, и тогда все понятно, это призыв Господа к людям, чтобы они пришли к Нему, чтобы они научились от Него. И все хорошо, до 22 стиха. Премудрость говорит, Господь сделал меня началом пути своего, прежде всех своих деяний из древля. И 23-й. Я возникла от начала времен из древля при основании мира. Ну и дальше продолжается. Прежде первозданная бездна, источников Ботья. Вот я появилась. Но появилась. Что с этими стихами происходило в истории? Ну, христианская экзегеза очень легко и просто уравнивает премудрость со вторым лицом Пресвятой Троицы и говорит, что это, собственно говоря, Сын. И дальше он появился прежде первозданной бездны. Он не сразу был. Он не извечен. Он был сотворен или рожден отцом прежде сотворения мира. Знакомые с догматическим богословием легко поймут, что это то, что называется арианской ересью. И получается, что арианская ересь поддерживается этой цитатой. Да, она, кстати, на нее и ссылалась постоянно. И суть этой ереси, отвергнутой на Первом Вселенском Соборе, заключается в том, что Сын не равен Отцу, а созданным или рожден прежде сотворения мира, но он вторичен. В отличие от ортодоксии, православия или кафолической веры, в то, что Сын и Отец совечны, то есть в одинаковой степени вечны, единосущны, и Святой Дух с ними тоже. Ох, как неаккуратны были с догматическим богословием в Ветхом Завете. Вот нет бы написать сразу все, как в никийском символе веры. Ну, вы знаете, все-таки это поэзия, во-первых. И в поэзии довольно трудно говорить языком догматических или вообще каких-либо это ни было точных формулировок, потому что это язык образов, это язык некоторой красоты. И премудрость здесь говорит не про то, что она не совечна, не единосущна, она говорит о том, что она первична по отношению к этому миру. Но, с другой стороны, ведь здесь нигде не сказано, что премудрость равняется Сыну. Что же тогда такое премудрость? Я напомню, что по-гречески премудрость – это София. Какой главный храм в Константинополе – София и премудрость и Божия? Какой в древнем Новгороде, в древнем Киеве и во многих других городах тоже София по образцу константинопольского? То есть во многих странах христианских в Средние века София, в общем-то, понималась как еще одно название для Бога. Причем не сказать, чтобы это было названием конкретно для сына или отца, а скорее София – это явление Бога в этом мире. То, что мы можем созерцать, то, к чему мы можем приобщиться, потому что смотреть к сущности Бога, согласно нашей современной догматике, мы и приобщиться не можем. Но к его энергиям, к его действиям в этом мире, да, безусловно, они являют его, открывают нам его, они преображают людей в этом мире. И поэтому София, премудрость Божия или хохма на древнееврейском языке – это ровно то, что присутствует в этом мире, являет Бога, взаимодействует с человеком, преображает человека, дает человеку то, что ему нужно. И вот эта самая хохма в мире присутствует прежде сотворения, простите, мира Богом. Ну, мне кажется, что здесь не нужно вычитывать из этого текста лишнюю какую-то богословскую догматику. Ну, просто это поэтический текст. И дальше, смотрите, 27 стих. Когда он утверждал небеса, я там была, когда чертил круг на поверхности бездны, когда он выдружал облака наверху, когда укреплял источники бездны. Вот она говорит о том, что она была при нем строительницей, была ежедневным ликованием. Строительницей и некоторый другой перевод, возможно, воспитательницей, а еще, возможно, перевод младенцем, потому что там придется поменять огласовку в еврейском слое, потому что тогда как раз легко будет отождествить премудрость с сыном она была, порождением. Но важно другое, что мир сотворен Богом не просто так, а уже при сотворении мира вот это действие Бога было связано с премудростью. Оно так или иначе являло еще даже несотворенному человеку, прежде чем в мире человек появился, являло ему эту премудрость Бога, это его свойство, эту возможность постигать Бога, глядя на сотворенный мир. Так что, если не вчитывать в текст слишком много догматики, то, мне кажется, все будет достаточно хорошо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.